Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святой Анзотауст. Беседа на Псалом 136. Велика любовь у этих людей к городу Иерусалиму. Великое желание возвратиться туда, пока они обладали благами, то постоянно были недовольны и дерзки. А когда лишились их, тогда стали желать их. Для того Бог и лишил их, чтобы возбудить в них большее желание. Так и часто поступает Бог, когда мы, наслаждаясь Его благами, не учувствуем это. Он лишает нас их, чтобы мы вразумились лишением и опять старались приобрести их. Но почему они сидели при реках? Они были пленниками и находились в неприятельском стане, потому и жили вне стен и городов. На вербах посреди Его повесили мы наши арфы, органы наши, стих 2. Для чего они, отправляясь в плен, взяли с собой арфы, которыми не могли пользоваться? Это устроено было Богом для того, чтобы и в чужой стране они имели памятники своего прежнего общественного устройства и тем более сокрушались, видя знаки тогдашнего богослужения. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители нашей веселья. Пропойте нам из песней сионских. Немало пользы получили они и от того, что иноплеменники приставали к ним и желали слышать их песни. Посмотри и здесь, какое получали они исправление от плена. Те, которые вышли из надлежащих пределов, отступили от своего богопочтения и всеми способами попирали закон, на чужой земле вели себя так строго, что даже тогда, когда иноплеменники приставали к ним и угрожали со всех сторон, и желали послушать, даже и тогда они не склонились на их желания, но предпочли закон и строго сохранили его. Вместо пленившие, другой переводчик сказал, надменно поступавшие с нами, выражая как бы следующее, те, которые прежде нападали на нас и восставали, со временем сделались столь кроткими, тихими и смиренными, что даже желали послушать наших песней. Однако иудеи не согласились петь. Видишь ли, как скорбь делает людей сильными, как делает сокрушенными, как смиряет душу. Они плакали и сохраняли закон. Те самые, которые смеялись над плакавшими пророками, забавлялись и издевались, теперь, когда им никто не напоминал об них, обращались к слезам и плакали. От этого и враги получали великую пользу. Они видели, что иудеи тяготились не пленом, а плакивали не рабство и не пребывание в чужой земле, а лишение собственного богослужения. Поэтому псалмопевец и прибавляет, вспоминали о Сионе. И не просто плакали они, но делали из этого постоянное занятие. Поэтому и в начале Он сказал, сидели мы и плакали. То есть для того и садились, чтобы плакать и рыдать. Почему же не позволялось им петь в чужой земле? Потому что нечистым ушам не следовало слышать этих таинственных песнопений. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? То есть нам не позволительно петь, хотя мы и лишились Отечества, однако продолжая хранить закон и соблюдать его в точности. Хотя вы и владеете нашими телами, но не преодолеете души. Видишь ли душу, которая от скорби сделалась любомудрой и стала выше бедствий? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилип не язык мой, горта не моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Заметь и здесь великую перемену. Те, которые каждый день слышали, что они будут лишены города и не обращали на это внимания, теперь сами на себя призывают проклятие, если забудут о нем. Что значит, забудь меня, десница моя? Пусть, говорит, крепость моя, сила моя забудет меня, и пусть я буду безгласен от множества бедствий, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Что значит, если не поставлю Иерусалима? Не только, говорит, буду воспоминать о тебе при других делах, но и при пении и песнях. Слово поставлю, значит, поставлю в начале песни. Оно выражает сильное желание или лучшая любовь и пламенное стремление к городу. Выслушаем это все мы и будем поучаться. Как они, когда лишены были города, тогда и стали искать его. Как многие из нас испытают тоже, когда в тот день лишатся Горнева и Иерусалима. Но они после лишения имели надежду возвращения. А нам, когда мы лишимся, уже невозможно будет возвратиться. Червь их, говорит Господь, не умирает и огонь не угасает. Поэтому нам нужно с особенной тщательностью наблюдать за самими собою и так устроить настоящую жизнь, чтобы не сделаться пленниками, чуждыми и отлученными от того отечественного города. Припомни, Господи, сынам и домам им день Иерусалима, когда они говорили «Разрушайте, разрушайте до основания его». И это выражение свойственно людям, пламенно стремящимся к городу. Смысл слов их следующий. «Накажи тех, которые не хотели довольствоваться взятием города, не насытились его разрушением, но настаивают и говорят, разрушайте пока, есть у него основания. Они хотели бы, чтобы не осталось и самих оснований города, но чтобы и основания его были исторгнуты». Вместе с вавилонянами тогда напали на иудеев и аравитяне, о которых пророк часто упоминает, и которых сильно укоряет за то, что они, несмотря на свое родство, с иудеями поступали хуже врагов. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». Здесь он показывает силу Божию не в избавлении от бедствий, но и в неспослании бедствий на самих оповедителей. Предсказывает несчастье, которое постигнут Вавилон и по причине имеющих постигнуть его бедствие называет его несчастным. Этим он также научает иудеев, внушая, что сила Божия распростерта по всей земле. «Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». Эти слова исполнены великого гнева и угрожающие великим наказанием и мучением. Суть слова страсти пленных, которые требуют великого наказания, которые некоторые изумительные необыкновенной казни. Пророки многое говорят не от себя, но изображая и выставляя на вид страсти других. Если же хочешь знать собственную мысль пророка, то послушай, что он говорит. «Если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, он стоял выше даже той меры возмездия, которая была дозволена ему законом». А когда он изображает страсти других, то описывает гнев, негодование, как сделал и теперь, выставляя на вид страстные желания иудеев, которые простирали свой гнев даже на младенческий возраст. Но не так в Новом Завете. Напротив, нам заповедано напаять и питать врагов и молиться за обижающих нас. «Это мы делаем по установленному для нас закону». Какому? «Если праведность ваша, сказал Господь, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Матфея 5, 20. «Покажем же великое усердие и будем в превосходстве хранить всю правду, живя еще на земле, как на небе, и ликуя вместе с ангелами. Таким образом, мы достигнем и будущих благ, которые досподобимся всем и благодатью человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Спасибо. 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 Спасибо.